тут у нас сегодня опять спецблонд и такая вот проблема было милирование окрашивание корней несколько раз вот теперь мы хотим перейти из милирования в чистый спецблонд и поэтому будем работать седина у нас очаговая решили попробовать мы вот этот вот очаг оставить белым да как контуринг поэтому я буду тонировать немножко вот эту вот прядь переднюю лица в самом конце и попробуем с вами вот исправить краску так как у нас спецблонд имеет мощность поднять краситель так как это краситель бытовой не знаю что из этого получится но будем пытаться выровнять цвет поднять и осветлить вот эту раннюю окрашенную зону свой уровень там где-то идет между семеркой восьмеркой достаточно светлой но не знаю какой причине такая вот у нас желтая полоса получилось при окрашивании какой был краситель никто не знает потому что просто куплено в магазине просто накрашены поэтому мы делаем с вами красители берем смесь делаем на свой страх и риск всегда предупреждаете клиента о том что результат мы приблизительно запрограммировали но какой выйдет неизвестно потому что краситель во первых бытовой во вторых у вас идет знакомство с волосом какой пигмент в волосе содержится мы узнаем только после того когда покрасим и уже какие-то коррекции как всегда мы вносим при следующем окрашенную поэтому я беру красители был и будем сейчас составлять смесь основу я все-таки возьму холодную 11 15 грамм 10 грамм 11 и 10 грамм блонд крем аж микс тона анти желтый добавляйте его не бойтесь он всегда только улучшает работу дальше g1 это смесь синего и фиолетового 2 грамма это все мы с вами делаем для того чтобы нейтрализовать не нужны нам отцены пепельные берем еще уже грамма 2 черные мы с вами добавлять не будем потому что у нас нет цели сделать серый цвет нам у нас цель убрать ту желтую полосу и сделать цвет нейтральный оксид 12 процент значит высчитываем у нас 25 то есть 15 10 и 10 это получается 35 70 грамм но я буду брать на 70 а буду брать 60 для того чтобы немного усилить мощность красителя перемешали все до однородной массы и добавили лечение начинаем с вами нанесение краски и так как у нас с вами видите достаточно темный полоса мы с вами наносим краситель сразу же на всю зону от корней до милированных волос то есть вот на этот вот желто-рыжий цвет прям целиком наносите аккуратнее не заезжайте на уже на милированные волосы видите какая четкая полоса у нас рассеянная седина идет очаг только вот у лица и очаг про который я вам говорила вы его не закрашиваете сейчас я покажу наносите его очень аккуратно не затрагивая милированные волосы только на окрашенные и натуральные волосы вот здесь вот у нас видите какой белоснежный очаг поэтому я не хочу его трогать я его в конце чуть-чуть потом подкрашу его я вам покажу как так вот вот его отделяем на зону который у нас оранжевого цвета до желто-оранжевого мы все-таки краситель наносим вот так вот белоснежную прядь оставляем аккуратно выбирайте все волосы чтобы у нас все-таки цвет получился красивый хорошо на зону помните как я вам говорила на окрашенную или натуральные корни маленькими проворщиками маленькими шагами спец блонд работает лучше если вы работаете маленькими шагами оставляете наши очаги не окрашенными вот смотрите оставила я наш очаг как говорила и переходим также делаем с противоположной стороны аккуратно выискиваете где целиком у нас беленькие волосики и их мы с вами не трогай будем прокрашивать после когда вы все волосы промазали обязательно промазываете теперь в обратную сторону волосы и заодно убирайте с лица все для чего мы провал звали дважды для того чтобы вы себя проверили хорошо ли все намазали чтобы волосы я не могу сказать чтобы топали но очень хорошо были промазаны краской повторю спец блонд любит хорошие нанесения он хорошо работает только тогда когда его много когда вы экономите спец блонд он не работает проверяйте себя и еще раз все промазывается так как видите у меня все на лице сейчас все волосы надо читать чтобы девушки предложить чай кофе не забывайте об этом что сидеть долго в общей сложности поэтому уважайте людей и сейчас мы с вами видите я вот улица как я вам говорила оставила порядке мы с вами через 20 минут должны будем подойти и будет у нас повторное нанесение красителя мы с вами отсидели 20 минут теперь нам надо будет пройти еще раз краситель промазать хорошо освежите его также смотрите аккуратнее не заезжайте дальше не заезжайте как я вам уже говорила на ранее милированные волосы промазывайте а а а а и а 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 м а а И теперь мы с вами промазываем уже вот эту зону у лица. Тоже так же, вы смотрите, у вас же здесь тоже было окрашивание. Поэтому именно только пока на ту зону своих корней и на ранее окрашенные волосы. На зону милирования опять же не заходим. Высиживайте оставшееся время. Время выдержки у нас идет до часа. Время наше прошло. Теперь мы перешли в мойку и делаем переоксидацию. Обязательно сейчас намочим волосы. Хорошо надо смочить. И эмульгируем краску на всю длину. Перезапускаем, краситель заново. Хорошо смочили. Вот таким вот образом эмульгируем. Конечно, лучше делайте это в перчатках. Когда вы краску сэмульгировали, лежим с вами здесь в мойке от 3 до 10 минут. Смотрите сами по тому, какой цвет вам требуется на длине. У девчонки у нас такой цвет получился. Я все время говорю девчонки, потому что в большей части приходят девчонки обучаться вообще. И мальчишки, конечно, тоже. Так что, коллеги, вот смотрите, что у нас получилось. Я сейчас подхожу поближе. Кстати, вот поприветствую красоточку нашу. Здравствуйте. Я видела ее сегодня так же, как и вы первый раз. Значит, смотрите, что у нас вышло. Вот я вам говорила про прядку, которую мы оставили. Видите, у нас получилось как контуринг. Видите? Он такой более светленький здесь у лица. Получился такой прям реально контуринг. И цвет, как всегда, не передается. Сейчас буду искать вам. Ага. Вот так. Давайте вот так смотреть. Вот это оттенок наш. Значит, помните, у нас с вами было подлине эмилирование. Я от него не уходила. Я вам дальше буду рассказывать, почему я не уходила сегодня от этого цвета. Но, во всяком случае, вы сейчас увидите, что у нас получилось. Вот достаточно красивый ровный цвет у корней. Видите? То, что у нас была желтая полоса, и ее, конечно же, уже нет. Получился ровный такой бежевый оттенок. Так же, как мне встать, чтобы это было лучше видно. Вот так вот. Вот ровный такой бежевый цвет у нас получился. Бежевый такой, нейтральный. Очень идет. Я думаю, что наша модель счастлива. Очень. Так что все. Сейчас буду вам дальше все рассказывать. Давайте покажу. С этой стороны пройдем. Как у нас вот наш контуринг. Видите? Вот так вот. Вот он, видите? Давайте подниму. Вот он наш контуринг получился. А здесь, как всегда, вот этот ровненький цвет. Вот. Но блики от милирования, они у нас остались. Мы их не закрашивали. И наша седина, которая у нас вот здесь вот была. Опять цвет как не передается совсем. С этой стороны освещения не получается. Вот так вот. Вот так получается. Вот как падает свет от окна получается, тогда лучше всего. И вот эта наша седина, она здесь рассеянная. Она тоже дает такой же вот блик, как на концах у нас идет вот милирование. И поэтому у нас плавно, мягко все это входит. Видно, наверное, нет. Не очень видно, но верьте на слово. Вот оно наше милирование. Оно потому что покрупнее. А здесь вот помельче у нас есть мелкая наша седина.